Девушки отдыхают Станица Зеленчукская расположена в местности с прекрасной природой и благодатными землями. Землями, дававшими когда-то богатейшие урожаи. Колхоз Зеленчукский всего несколько лет назад процветал. Здесь работало больше 400 штанишников. Сегодня он банкрот. На заводе «Спираль», дававшим 2000 рабочих мест, теперь заняты 20. Две фабрики, валяльно-войлочные и мебельные, перестали функционировать и освободили от работы около 500 человек. Сегодня в Станице Зеленчукской 80% населения находятся за чертой бедности. Из 6000 домов 1100 продаются. Уезжают русские люди. Сколько мы еще будем дыхать? Что мы еще будем дальше делать? У меня жена, вот все знают, в постели 4 года уже лежит. Что я должен делать? Мой возраст до пенсии не дожил. И копейки нам ждать вообще совершенно неоткуда. Эти вот старухи хоть сидят, они хоть ежемесячно пенсию получают. А до чего мы дожились? Ни работы нету, ни зарплаты нету. Самогонка, воровство, драки. Что это такое? Ведь у нас до того уже люди обнищали. До того люди уже так живут, что, знаете, вот сейчас идет голосование и не знают, кому верить. Вера в будущее, надежда на лучшую жизнь появилась у многих зеленчукцев год назад. И связана она была с именем Станислава Дерева, которому в первом туре станишники отдали 78% голосов. Всю ношу тех выборов с населением Деленчука делил брат Станислава Вячеслав Дерев, который был руководителем его предвыборного штаба. Я уже могу себя считать в действительности коренным зеленчукцем по одной простой причине. За год я много видел. Я был на свадьбах, на кофонах, в детских садах, в школах, в храмах. Многие беды и многие проблемы в станице Зеленчукской я уже хорошо знал. Сейчас в республике новые выборы. Депутат Народного собрания, человек, получивший мандат доверия от избирателей, граждан, интересы которых должен отстаивать в высшем законодательном органе республики. Насколько добросовестно прежний состав Народного собрания Карачаева-Черкесии выполнял свой долг судить избирателя. Но есть и положительный итог во всей истории с выборами в КЧР. Простой человек сто раз подумает, прежде чем решится отдать свой голос кому-то. Избиратели 33-го округа станицы Зеленчукской обратились к Вячеславу Дереву с просьбой о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Народного собрания республики. Вячеслав Игоревич, не подейте в нас, не оставьте в нашу старость. Ну верим мы. Он раньше оказал помощь нам. И вообще человек он хороший. Мне он нравится, как хозяин. Многие делегации ездили на фирму «Меркурий», в том числе ездила я туда. Вы знаете, когда мы были на этой фирме, вот наш народ просто был шокирован этим увиденным. Это такое громадное предприятие. Такая, как говорится, красота, чистота в этом предприятии. Мы вот стояли, вот даже как-то обидно было за наш народ, который стоял в ветхом одеянии, что неужели наши люди не могут работать в таких условиях. Просто обида захлестывала все. Дети мои, дети мои, дети мои, дети. Двенадцать лет работает «Меркурий». Двенадцать лет каждое первое число платят заработную плату. Двенадцать лет полторы тысячи людей получают заработную плату. Пусть кто-нибудь скажет, что у них такое есть. Ни у кого такого нет. Минимальная заработная плата у нас две тысячи рублей. Есть и двадцать тысяч, есть и тридцать тысяч. Если заработал человек, почему ему не дать? Вот если взять, вот по-простому сказать, каждая четвертая пенсия, каждая третья пенсия – это деньги, которые мы даем. Учителей, каждая третья зарплата, врачей, милиции, бюджетников – это те деньги, которые дает «Меркурий». Налоги в бюджет республики – только часть огромной благотворительной работы, проводимой фирмой «Меркурий». Списка добрых дел «Братьев Деревых» хватило бы на добрую книгу. И эта книга еще только пишется. Каждый день в ней появляются новые страницы, где каждая строчка имеет свою историю. Вячеславу Эдуардовичу подарили ковер, гимнастический ковер нашим гимнасткам. Очень много соревнований было профинансировано именно с помощью Вячеслава Эдуардовича. И наши дети настолько сейчас радуются этому ковру, настолько стало удобно и хорошо профессионально проводить эти соревнования. Он всем помогает. Он помог нашему священнику для церкви. Он подарил колокола, выписал из Москвы эти колокола. Подарил, машину подарил, деньги подарил на строительство храма. Вот таких людей, вот мы все идем за ним. Это же ведь великое дело. Он мусульманин, а делает, доброе дело для любого народа. Вот. Помогает деньгами, помогает людям. Даже не зная их, не имея никаких горстных целей, он помогает всем и в основном простым людям. Парламент Карачаева-Черкесии на протяжении многих лет был послушным инструментом власти. Совсем недавно появились люди, способные выступить в народном собрании в защиту интересов простого человека. Эти люди сразу же стали лишними. Сейчас прилагается максимум усилий, чтобы сохранить управляемый парламент, угодный правительству, а не народу. Такие лидеры, как Вячеслав Дерев, обладающие реальным авторитетом и доверием, имеют только один шанс попасть в депутаты. Это голоса избирателей. Его оппонентами по 33 округу предпринимаются попытки пойти по старому сценарию, сорвать и эти выборы. Мы научимся ежедневно отстаивать свои права и бороться за те права, которые Конституция нам дала, которые Богом нам даны. Эти права никто за нас это делать не будет. Здесь черное и белое люди уже различают. От того, что тут свет выключают, от того хотят, что тут, я уже слышал, что хотят снять этих всех кандидатов, чтобы я один остался. Тогда выборы как бы не состоятся. Если не состоятся, значит опять через 3 месяца. Я им скажу, если они будут вот и это делать, я и через 3 месяца приду. От того, что один раз не получилось, я сдаваться не буду. Вот это вы должны понять. И внутренние вы сами должны. Ну хорошо. Это вот допустим как экзамен. Вот когда идет ребенок, школу окончил, пошел, не поступил. Ну и что из-за этого? Если человек упорный, человек в действительности, чтобы хочет, чтобы у него получилось, он идет на следующий экзамен. У меня сестра поступила с третьего раза. Сейчас она главврач поликлиники. Ну что с третьего раза ни блата не было, ни денег не было. Сама поступила. И стала врачом, и хорошим врачом. Я ей верю. Вот и вся ситуация. От того, что один раз у нас не получается, я надеюсь, что мы надежды не теряем. У нас получится. И мы должны, да, мы должны отстаивать свои права. А вот вам уже выбираем. Субтитры создавал DimaTorzok